Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это, наверное, научная молитва Мной и в моих занятиях руководит Бог Я в любое время и в любом месте великолепно помню все, что мне нужно знать Я сдаю все экзамены, следую Божественному порядку Я уделяю внимание всем своим домашним заданиям Я знаю, что подсознание дает подсказку и раскроет мне ответы, если я буду в этом нуждаться. Я засыпаю спокойно и просыпаюсь с радостью. Это научная молитва Джозефа Мерфи, 192 страница. Специальная молитва. Я предложила ей использовать такую молитву. Меня хотят, меня любят, меня ценят, я нужна, я воплощение Божественного. Я прощаю себя, я прощаю себе то, что долго таила обиды, я полностью свободно прощаю свою мать. Когда бы не подумала о ней, я стану утверждать, Божья любовь наполняет твою душу. Я радостна, счастлива и свободна. Я работаю с выгодой для себя. У меня прекрасный доход, полученный честно и законно. Я знаю, что, повторяя эти идеи, погружаю их в подсознание и по закону действия разума, что я сею, то и пожнусь. Все это так и будет. Перед этим рассматривается конкретный вопрос. Это она конкретная молитва женщине, чтобы она молилась. Я просто до этого увидела, что прочитаю молитву. Здесь просто нужно читать. По какому конкретному вопросу это конкретная вот эта вот молитва? А, смотрите, вот что. Знаете, эту молитву он дал девушке. Недавно я разговаривала с 18-летней девушкой, мать которой недвусмысленно сформулировала для дочери такой закон. «Держись подальше от всех мальчиков». Вот. Нужно мне отсюда это. Мишка, ветерок. Ветерок. В общем, держись подальше от всех мальчиков. Секс – это зло. Все мужчины такие же скоты, как твой отец. Не смей пользоваться румянами, губной помадой или пудрой. Все это от дьявола. Не танцуй и не ходи в кино. Это грех. Ты должна придерживаться нашей веры. А если не будешь, то сгоришь в огненном озере. Это мать. С ее позицией должна поступать только так, а не иначе. Девушка была полна страхов, не верила в себя, испытывала ненависть и неудовлетворенность. Страдала от глубокого комплекса неполноценности. Родом она была из Новой Англии. И как вы можете уже догадаться, сбежала из дома. Первое, что я сделал, показал ей, кем она является с духовной точки зрения. Объяснил, что существует только одна сила и одно присутствие. И оно внутри нее. Далее я рассказал, что она может войти в контакт с высшим разумом. И он ответит ей. Будет направлять ее, руководить ей и дарует ей такое процветание, о котором она даже не мечтала. И дал ей вот эту вот молитву, которую я до этого прочитала. Вот такие вот дела. Как изобрести и открыть что-то новое. У Джозефа Мерфи, знаете, мы с вами ищем жемчужины в этих книгах из моей библиотеки. Позитивное мышление и смежные науки. Смотрите, как изобрести и открыть что-то новое. Вполне может быть, что у вас есть только туманная или очень общая идея, изобретение или открытие. Техника очень проста. Дальше вот он описывает. Здесь очень много, очень много всего страницы. 101-ая. Но это мы с вами еще почитаем, изучим.